Для выступления приглашается к Азену Александру Сергеевичу. Александр Сергеевич, руководитель Ленинградского отделения Фонда Рабочей Академии, преподаватель Красного Университета. Я хотел затронуть такой общий теоретический вопрос и потом скажу в конце. Ну вот, речь товарища Золотова так вызвала у меня большие такие ассоциации и переживания. Затронула действительно один из нервов всего нашего движения за эти 30 лет, можно сказать. Я помню, что все время находились товарищи с лозунгом «Давайте объединимся, вот когда мы объединимся, мы будем сильными, непобедимыми». Это вот и Анпилов в Москве, и масса там депутатов Госдумы, и к нам на съезды приезжали депутаты Госдумы, там Вавил Носов, а в Алиане был такой деятель из Кемерово, по-моему. Вот. И мы объясняли, что когда вы объединитесь, вы будете таким же стадом, каким были в КПСС. Хватит стадов. Поэтому мы выдвинули такой лозунг. Когда мы будем сильными, с нами объединятся все. Вот с тех пор мы вот под этим лозунгом живем и действуем. Когда мы будем сильными, с нами будут все. Поэтому тогда же, Михаил Васильевич говорит, перед партией надо поставить два пулемета и пугать тех, кто там кричит о соединении со всеми и так далее. Потому что они сейчас кричат, а когда там устроятся на каких-нибудь местечках, они забудут про эти все свои крики и будут заниматься личными делами. Во-первых, второй там лозунг, значит, объединяться, по поводу объединения, значит, Михаил Васильевич тогда сформулировал так. Мы объединиться хотим не со всеми, не со стадами, а мы хотим объединиться с рабочим классом. С рабочим мы хотим объединиться. Причем с дельными, серьезными, глубокими рабочими. И в России таких рабочих, значит, довольно много. Не так много, как, значит, таких нереволюционных, да, или обывательских, но все-таки довольно много. И вот, скажем, недавно я встретился с таким объединителем из рабочих. Рабочие, но тоже объединители, значит, был такой Пыжов, еще объединенный в фронте трудящихся. И тоже все призывал объединяться. И вот он с нами был объединенный в фронте трудящихся. И надо сказать, что тогда он, в общем, сыграл такую значительную роль. Был кандидатом в депутаты Госдумы. Интересное одно выступление сделал еще при Советском Союзе, там, значит, неребочевал, призвал под суд. А потом вот эту политику объединяться. Вот пошел объединяться, значит, объединился со многими группами. Потом разъединился с ними. И вот эти вот последние лет 15, лет 10-15, вот вдвоем остался со своим помощником Димой и Димой, я встречаю тут в сентябре. Ну, как там Пыжов? Вот Пыжов в июле умер. Заболел, положили в больницу, в больнице заразился ковидом и умер. Вот и все объединение. Поэтому я думаю, что вот эта линия рабочая, вот эта линия пролетарская, которую мы ведем, она, конечно, она правильная, она единственная истинная. И теперь действительно мы растем. Вот мы сейчас вспоминаем, тут ветераны сидим, они тут вот сидели лет, тогда им тоже было 45 лет, 40-45 лет. Значит, аудитория тоже такая довольно возрастная, но немножко было, конечно, и молодых. А сейчас вот мы там, старички, уже затерялись, сидят, я вспоминаю, молодые, симпатичные, здоровые мужчины. Вот, и, конечно, это только зачаток. И этот зачаток, он возникает в новой революционной ситуации. В последнее время вопрос о революционной ситуации обсуждают очень много, особенно в сети. И причем даже грамотные вроде бы люди, и левого толка, значит, ну, высказывания дают такие не очень какие-то, даже симпатичные. И я понял, что в основном как-то и мы тоже, я-то тоже в ленинском сборнике, там была моя статья о революционной ситуации, лекцию я недавно читал в университете рабочих корреспондентов о революционной ситуации. И, в общем, мы как-то повторяем ленинскую вот эту вот статью из «Краха второго интернационала», где он развивает концепцию революционной ситуации. И я вот понимаю при этих обсуждениях, что все-таки это хорошо, у Владимира Ильича Ленина тогда была замечательная статья, концепция, мы на нее опираемся. Но в сегодняшних условиях это мало, уже вот эта нынешняя ситуация, она требует нового осмысления. В том числе, значит, он говорит о субъективном факторе. А скажем, что такое субъективный фактор? Ну, возьмем мы старые учебники, нам там скажут, что это готовность, значит, рабочего класса, организованность рабочего класса и готовность к проведению революции. И это правильно, и хорошо, но этого мало. Кто субъект революционной ситуации? И, конечно, главное – это партия и рабочий класс, нету спора. Но все-таки сегодня он и более сложный, поэтому, конечно, нужно бы разобрать, значит, субъекты революционной ситуации, как действуют разные силы в революционной ситуации, и вообще, что такое революционная ситуация сегодня? Она иная. Во-первых, никто не снимал вопрос о том, что вообще-то мы живем в революционной ситуации, в мировой революционной ситуации. Мы живем в эпоху крушения империализма и пролетарских революций, в эпоху мирового кризиса, капитализма. Вот, все это, значит, говорит о том, что мы живем вообще-то в революционной ситуации. Она возникает, когда обостряются все эти противоречия, они тоже обостряются, особенно в отдельных странах, в том числе и в России сегодня. Другое дело, насколько это все-таки обострилось. И это все требует такого дополнительного скрупулезного анализа. И я так понимаю, что вот у меня у одного или, может быть, у нас, так сказать, таких научных сотрудников, может, уже сил не хватает. Может быть, тут уже хорошо бы, если бы тянулись какие-то молодые бы кадры, чтобы, значит, вот эту ситуацию использовать. Ну и интересный тоже вопрос о субъекте в сетях высказывается, о революционном субъекте. Я понимаю, не знаю даже, кто такой субъект. Тогда как мы на этот вопрос отвечали, в том числе и в лекциях по Красному университету. Субъект – это тот, кто действует. Объект – тот, кто подвергается воздействию. Объект в переводе на русский язык – это предмет. И, конечно, главным субъектом и вообще истории, и революционной ситуации является рабочий класс. Рабочий класс. Всё. Точка. У него могут быть союзники, помощники, попутчики, ещё там кто-то. Но главный субъект – это он. Но и рабочий класс, он в разном состоянии. Марс, значит, разделял и выделял, и Ленин выделял, разделял. Рабочий класс в себе – рабочий класс для себя. Рабочий класс в себе и для себя. Истинный. Что значит в себе? В себе – это в зародыши, в понятии. В какой-то мере вот мы ещё сегодня, мы в себе. Мы ещё только развиваемся. Но дело в том, что нынешняя революционная ситуация, она такова, что, может быть, нам и не дадут развиться так спокойно, хорошо, и мы выйдем в большую тотализованную партию, а тут созрел капитализм, и мы его, так сказать, там легко победим. Может быть, придётся, значит, завершать наше становление, завершать наше возникновение в очень острой борьбе. Поэтому сегодня, когда есть условия для изучения, для практической деятельности, для организации профсоюзов и партийных органов, надо использовать, ну, как говорится, на 120%. Ну и, наконец, о массах. Вот мечтают там о массах. И Ленин, помните, да и Сталин использовали понятие массы, революционные массы. Кто такие революционные массы? Революционные массы – это сколько? Миллион. Да, да, миллион. Я имею даже, вот, скажем, в Ленинграде, ну, относительно, если говорить, это полтора-два миллиона взрослого населения. Скажем, полтора-два миллиона в Ленинграде – это 75-100 человек, 100 тысяч человек. 75-100 тысяч человек. Это, если они придут на Дворцовую площадь, они заполнят всю Дворцовую площадь. Она умещает 100 тысяч человек. Значит, 2% от 5 миллионов – это 100 тысяч человек. Вот они заполнят Дворцовую площадь. Но мы-то собирали митинги, я вел на Дворцовой площади, 70 тысяч человек был один митинг. То есть, почти вся площадь. Но они тогда не были организованы еще. Тогда мы еще были слабыми. Они собрались, послушали, похлопали, проголосовали за революцию, разошлись и сидят по домам, ждут. Когда же там, значит, их решение реализует жизнь. А масса революционная, она разошлась не для того, чтобы там сидеть, а все-таки она готова и потом действовать. Она по призыву готова куда-то прийти, что-то создать, что-то сделать, где-то поучаствовать. Вот о какой массе идет речь. И таких действительно, если будет один процент, это будет непобедимая сила. Поэтому я считаю, что вопрос поставлен правильно, что мы его будируем, что нам наша внутренняя уже ситуация в Москве показала, насколько он важный. Поэтому это имеет принципиальное значение и практическое, и теоретическое, и, так сказать, пример такой для нашей дальнейшей будущей жизни, для нашей дальнейшего развития, для будущей революционной ситуации. Спасибо. Для выступления приглашаю. А, я бы хотел дополнить вот отчет. Пожалуйста. Здравствуйте. Фуксан Николай Георгиевич. Скрытай. Ленинградская организация. Комитет Ленинградской организации. Здравствуйте. Приветствую. На 27-м съезде Рабочей партии России. Наша партия состоит из трех больших организаций. Ленинградская организация самая большая и задачи, соответствующие нею. Решает две крупные задачи. Организация профсоюзной борьбы и партийной борьбы на территории Ленинградской области, Ленинграда и других регионах страны. При этом обеспечивается решение общепартийных задач. Развитие рабочего движения в Советы. Советы в советскую власть до полного коммунизма. Итак, для этого проводятся конференции. Мы уже слышали, в этом году, за прошлый год проводились конференции. Сталинское и Ленинское учение к 150-летию Ленина. Печатаются книжки, выпускаются сборники. 350 экземпляров последний. Проводится обучение в Красном университете. Про вектор которого Валерий Александрович Мордовин. И обучение в университете рабочих корреспондентов. Вектор Виктор Иванович Галко. Работа по пропаганде и агитации большая проводится. Это две газеты. «Правда труда» и «Народная правда». В «Народной правде» уже сказали. Там есть спецвыпуски за рабочее дело. 483 тысячи экземпляров. Об одном спецвыпуске еще не сказали. Подготовил товарищ Лещук и Георгий Вячеславович Бобинов. Это «Красный доктор». Газета «Правда труда» вышла еще и с несколькими спецвыпусками. Это «Шахтер Донбасса» 10 тысяч экземпляров. И «Газета Депо». Первый выпуск 7 тысяч и 5 тысяч второй. Давал статьи «Газета Депо». Евгений Николаевич Шихин. Самое главное, газеты распространяются на территории всей страны. У заводов и предприятий. Постоянно докладывается о раздаче сотни газет. Это Станислав Сергеевич Витьевский, Воронеж. Татьяна Ивановна, Табулина, Омск. Андрей Николаевич, Катынец, Ижевск. Вообще направлением в городе Ленинграде распространение газет занимается Дмитрий Олегович Назаров. Распространением по регионам Алексей Владимирович Анохин и Ирина Владимировна Советкина. Большая пропагандистская работа, конечно, ведется на канале Фонда Рабочей Академии. За отчетный год выпущено 450 роликов. Редактор Сергей Викторович Тюленев. И в сайтах, конечно же, проводится большая работа. Ленинградским сайтом редактирует ленинградский сайт Иван Михайлович Герасимов, город Ленинград. Сирокавказский сайт есть. Редактор Александр Трятчиков, Ставропольский край. Новосибирский сайт. Александр Юрьевич Булгаков, город Новосибирск. Тысяча-две с половиной тысячи посещений. Прибалтийский сайт. Константин Павлович Горшков. 600 тысяч посещений. Московским сайтом Фонда Рабочей Академии Редактирует Полина Сергеевна Кошкина. На сайтах накапливается необходимая информация, документация, выступления. Как вот у нас есть Красное Радио. Редактор Петр Владимирович Гамилаурев. Большую работу, каждодневную, проводится по составлению новостей. Светлана Николаевна Чирякова, Татьяна Алексеевна Тимошенко, Татьяна Валерина Воднева. Задачи Ленинградской организации. Это организация профсоюзов и в целом организация классовой борьбы в Ленинградском регионе. Создание заводских и партийных организаций с большинством рабочих. В других же регионах ведется аналогичная работа по созданию городских и областных фабрично-заводских организаций. А главное, с перспективой их самостоятельности. Например, в 1917 году партийная организация большевиков насчитывала около 100 тысяч человек. Над этим вовсю и работаем совместно с новгородской и московской организацией. Ведется большая работа по составлению и редакции прогрессивных коллективных договоров. С выходом на забастовку, поскольку прогрессивный коллективный договор без забастовки не заключить. Как же выполняются наши задачи? Было организовано коллективное действие по выплате невыплаченной заработной плате на территории Луганской и Донецкой области. В Красном университете был разобран вопрос о невыплате заработной платы в присутствии товарища Васьковского и Бобинова. В специальных выпусках «Правды труда. Шахтер Донбасса» была напечатана статья товарища Васьковского. Также была напечатана форма заявления при остановке работы до полной выплаты заработной платы. И, соответственно, в дальнейшем ввелся постоянный мониторинг. На видеоканале выходили видеоролики. Также с постоянной публикацией этого заявления проводились консультации с шахтерами и женами шахтеров. В результате приостановок работ на шахтах Донбасса и Алчевском металлургическом комбинате частично была погашена или полностью выплачена была заработная плата рабочая. Ну, она, соответственно, была выплачена тем, кто выполнял рекомендации Ленинградской организации. Такие активные действия не остались незамеченными. В ответ полилась клеветана товарища Васьковского. И вот по заявлению Евгения Александровича Кларькова, знающего и понимающего ситуацию шахтеров, участников боев на Донбассе, по заявлению товарища Кларькова, был исключен лысков за клевету. Ну, ложь не возумела действия, и на Донбассе был создан независимый профсоюз шахтеров. Более десятка отделений и на Алчевском металлургическом комбинате. Отделений на шахтах Донбасса. В общем, способ, который использовали шахтеры Донбасса, получил распространение. У шахтеров регламент. Если вам еще нужно, сколько времени для выступления? Ну, еще 0,4. Уважаемый рабочий, предложение 4 минут продлить. Интересный доклад. Да, давайте. Рассказывай. Спасибо. Спасибо. Способ, которым воспользовались шахтеры Донбасса, получил распространение на территориях других стран. Им сейчас активно пользуются шахтеры Украины и даже Польша. В Ленинградской области, в Ленинградской организации, были подготовлены проекты прогрессивных коллективных договоров. Дмитрий Олегович Шилов, Николай Владимирович Капустин, Свердловская область, Алексей Владимирович Веденябин, Максим Анатольевич Заварин, город Перю. Пригонятие прогрессивного коллективного договора добилась профсоюзная организация, первичная профсоюзная организация докеров в первом контейнере национальном миниале, где первый заместитель председателя правкома Федоров Константин Васильевич, один из членов партии, стоявший у стоков создания ПР. Товарищ Бобинов провел большую работу по составлению коллективного договора. Профсоюз медработников действий он был принят за основу. На его основе заключен колдоговор в Пензе. На предприятии же, где трудится 52-й коллективнике товарищ Бобинов, был принят колдоговор от руководства, но не остановился товарищ Бобинов и составил изменения и дополнения к существующему коллективному договору. Подготовка, получается, прогрессивный коллективный договор – это подготовка нашего наступления, а это уменьшение рабочего времени в колдоговоре, как, например, в 1917 году сами рабочие сократили свое рабочее время до 8 часов. В атмосфере борьбы приходит понимание, если наступление наступает ты, наступает на тебя. Это и есть классовая борьба. На чем же сосредоточиться? Ну, тут, собственно говоря, понятно, все об этом говорят. Мы благодарим нашу партию, что доверила Ленинградской организации принимать в партию товарищей и вести учет до появления городских и областных организаций. И хочется пожелать нашим товарищам на местах решить эту задачу, задачу создания партийных организаций в городах и областях России, состоящих из заводских партийных организаций, в которых было бы большинство рабочих. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Петр Владимирович Гамилаури, главный редактор Красного радио, попросил меня озвучить доклад о Красном радио фонда Рабочей Академии. Он пишет, этот доклад попросил меня составить Михаил Васильевич Попов, чтобы поделиться с партией успехами и наработанным опытом одного из уникальных СМИ. предвидя вопрос об уникальности, хотелось бы отметить тот факт, что практически ни одна из политических партий, во всяком случае напрямую, кроме крупных официальных буржуазных партий, не практикует пропаганду в формате интернет-радио. Для начала хотелось бы поделиться следующим. 19 августа Красному радио исполнился один год. Год назад вся работа делалась одним человеком. Просто выпускались ролики из Ютуба в аудиоформате. Через непродолжительное время были привлечены дикторы новостей, которые поначалу просто озвучивали текст, взятый из интернета. Сейчас мы доросли до классовой оценки новостей. Затем радио вышло на круглосуточное обещание. Сейчас же у нас работает несколько отделов и отдельных должностей. Было написано и выпущено приложение для прослушивания радио на андроиде, которое опубликовано в официальном магазине Гугла. Совсем недавно открылся отдел аудиоредакторов. Также в штате у нас есть отдел составителей и дикторов новостей и ежедневной передачей «День в истории». члены команды «Красного радио» заняты подпоркой классово-верной музыки. Они каждый день редактируют расписание, выкладывают материалы и ведут сайты группы в социальных сетях. на данный момент в редакции «Радио» работают 22 человека, из которых 6 рабочие и один непартийный. За этот год мы добились немалых успехов. Выходят ответы на вопросы с нашими профессорами, в том числе с теми, кто не живет в Ленинграде, что усложняет их появление на широкой публике при помощи других партийных СМИ, имеющих большую аудиторию. Число слушателей по данным на 30 сентября 2020 года – 4295 человек в месяц, что в среднем в день составляет 140 человек. Хотелось бы отметить, что большая часть роликов, выпускаемых на YouTube-каналах, не набирает такого количества просмотров в месяц. Мы озвучивали и пускали в эфир наиболее важные и значимые статьи. Есть небольшой задел по самым распространенным трудовым конфликтам. В данный момент каждый день в эфире статья «Нет зарплаты – нет работы» с пояснениями о том, как действовать в ситуации, когда вам перестали платить зарплату. Мы начали еженедельную программу «Слово рабочим», в которой проводим интервью с наиболее сознательными рабочими. Мы проводим его по переработанному ленинскому опроснику, показывая удачный опыт коллективных действий, подводя к вопросу о нужности и важности. Был записан и пока еще не окончен цикл передач «Культ просвет» о народных музыкантах советского периода и фундамент, в котором рассматриваются фундаментальные понятия марксизма-ленинизма. Эфир радио слушают во многих странах, в том числе за пределами СНД. Также в распоряжении Красного Радио Фонда Рабочей Академии имеется YouTube-канал, на который мы выкладываем все наши уникальные материалы, созданные специально для радио. У канала сейчас 318 подписчиков. Красное Радио – это и группа ВКонтакте, где 535 подписчиков, и сайт, который имеет 352 посещения в день. Для обучения дикторов действует кружок по становлению дикторской речи, в который бы мы хотели пригласить в первую очередь рабочих, особенно тех, кто выступает или записывает видео. Теперь хотелось бы рассказать об интересном опыте, который у нас сложился на примере отдела новостей. Для начала мы давали классовую позицию по новостям. Те, кто хоть иногда слушают новости на нашем радио, знают, что новости у нас в эфире всегда о классовой борьбе, о экономических и политических вопросах, затрагивающих большинство трудящихся. Более того, мы уже стали давать классовую оценку историческим событиям в рамках рубрики «День в истории». Для отдела новостей был выработан интересный опыт. Каждую неделю выбирается дежурный редактор, который координирует и контролирует работу, составляет план на неделю для остальных участников редакции и следит за его выполнением. Также хотелось бы немножко затронуть наши планы на будущее. Для начала, естественно, стоит вопрос о привлечении новых, желательно партийных членов ряды «Красного радио». Очень важным моментом мы считаем озвучивание статей, но, к сожалению, пока не хватает тех самых людей. В планах стоит создание политического обозревателя для обзора и разбора самых важных новостей мира. Ну и о глобальном. В планах есть переход вещания на все часовые пояса. К сожалению, ввиду технических и кадровых ограничений, решение данного вопроса пока двигается медленно. Но, как говорится, Москва не сразу строилась. Мы постараемся с каждым днем нашей работы все больше и больше проснеть, как пожелал того нам Михаил Васильевич на своем прошлом интервью на радио, и очень надеемся, что не последним. В заключение хотелось бы отметить, что радио – это не работа одного-двух измученных партийцев, а организованная работа дружного и исполченного коллектива с инициативой и взаимовырочкой. Петр Владимирович Гамилаули – главный редактор «Красного радио». «Красное радио» марш-марш вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Гиль Павел Ильич, член Рабочей партии России. Рабочий. Хотел бы доложить партии о том, что мы с товарищами занялись серьезнейшим вопросом в партии – привлечением молодежи, трудящейся рабочей молодежи в нашу партию и обучением этой партии. Мы с ребятами очень долго думали, собрались с небольшим коллективом, слушателей первого отделения, когда еще были, и подумали, как же нам молодежь в нашу привлекать. Были предложения создать, может быть, что-то наподобие комсомольской организации Рабочей партии России, но пока каких-то объективных таких подвижек к этому нет. И было предложено нашим товарищам профессорами преподавать основы марксизма и ленизма, тем самым как бы еще и привлекать к работе нашей партии. Но мы с этим согласились, отодорвили. И вот уже год мы провели нашу деятельность, и сейчас можно видеть о том, что у нас есть подготовительные курсы Красного университета, официальное название. На этих курсах мы собираем молодежь от 14 до 18-20 лет и обучаем ее основам марксизма и ленизма. Расскажу за этот год. Проделали тоже большую работу. Мы долго думали, как же преподавать. И у нас, к сожалению, там было очень мало времени. И решили, что ну, будем, прогоним первый год по системе Красного университета. Прогнали. У нас отучилось трое человек. Они нам уже сдавали экзамены, зачеты. Поскольку мы сами отучились, мы, в принципе, уже могли по этим же самым вопросам и принимать. Знания у нас уже были. Трое человек закончили. Из них двое поступили в этом году в Красный университет. Один из них рабочий из Кирова. Парень молодой, 20 лет. Он вступил в партию. И второй товарищ, который у нас живет в городе Кандалакша в Мурманской области, тоже вступил в нашу партию. Более того, я считаю очень большим достижением то, что мы смогли нашим коллективам этого молодого человека, скажем так, вдохновить на то, что он выбрал рабочую специальность. Сознательно выбрал. Исходя из того, что рабочей партии нужно помогать. Вот. Он активно участвует в борьбе от партии. Он раздает газеты. Вот. И мы с этого года его включили. И второго товарища, который отучился, включили в состав преподавательской группы наших курсов. То есть, сейчас они помогают нам. Я вот услышал замечательный доклад о Красном Радио. И, в принципе, мы стремимся тоже к той же такой структуре обучения. Потому что, ну, у нас тоже большое количество рабочих в составе преподавательского такого вот этих курсов наших. И, к сожалению, времени мало действительно у нас на то, чтобы заниматься достаточно серьезной такой деятельностью обучения молодежи. Поэтому привлечение новых товарищей, в любом случае, мы это видим. Вот. Я объявляю партии, что если у вас есть какие-то знакомые, молодые люди, девушки, мальчишки, пожалуйста, приглашайте к нам. Можно связаться со мной. Вот. В этом году мы тоже, в принципе, уже набрали часть молодежи. Может быть, конечно, не такое большое количество, как хотелось бы. Но, тем не менее. Курсы теперь такие есть. Вот. Они дают основу марксизма и ленизма. И в дальнейшем дают направление и уже подготовку для обучения в Красном Университете. с вступлением в партии и помощью рабочей партии России. Вот. Коммунизм – это дело молодое и вести его молодым. Спасибо большое. Гордина Максим Владимирович из Самара. И за этот период с прошлого съезда было создано нашими товарищами две профсоюзных организации. в пределах территориальных моего предприятия, в которых я мог, скажем, развитие происходило нормально. было чем поделиться на прошлом комитете, российском комитете рабочих. Я делал доклад по этому поводу. что есть какие, скажем, проблемы, с которыми боремся в развитии профсоюзов и пытаемся найти решение. что значит, каким выводом я пришел в процессе. То есть набрать членов профсоюза, если подходить технично, скажем, к беседам, подходить грамотно к разговорам, набрать членов профсоюза можно. Но насколько это будет боевой профсоюз, все-таки зависит от тех людей, которые будут в этом профсоюзе активистами. То есть если у организатора профсоюза будет какая-то своя личная цель, то он ее достигнет, сольется, профсоюз сразу практически исчезнет. Кстати, вот один из наших помощников, соратников в Самаре, юрист, он как раз такую историю рассказывал. Что один из, скажем, активистов создал на предприятии профсоюз, быстренько набрал большое количество людей. Администрация сказала, знаешь что, давай ты уволишься, мы тебе денег дадим, и ты уедешь в другой город. Ему дали приличную сумму денег, он уволился и исчез. Здесь профсоюз на этом закончился. Поэтому, естественно, партийная принадлежность админи активистов профсоюза – это очень важное дело. это можно преподносить как гарантию от того, что активист не возьмет денег и не исчезнет в тот момент, когда запахнет жареным для профсоюза. То есть, как я уже на первых комитетах говорил, что задача активиста – это не просто создать профсоюз, а добиться улучшения условий на предприятии, именно на том предприятии, на котором он сейчас работает. Потому что активисты профсоюза, скорее всего, на другое предприятие уже не возьмут на крупное. То есть, нужно бороться так, чтобы тебя не уволили, бороться так, чтобы улучшить условия труда именно там, где ты работаешь, где ты борешься. Об опыте борьбы, наверное, расскажем на комитете, что там у нас, какие варианты. И получается, что решение партии о создании первичных партийных организаций на предприятиях у меня на предприятии происходит постепенно естественным путем, когда я в любом случае разговариваю, веду пропаганду коммунистических идей. Сначала люди, те, с кем, скажем, на первых беседах в последнее время встречался, тоже некоторые шугаются чуть ли не там, как свят-свят-свят, что это такое, о чем тут можно говорить. Но очень интересно, что люди, с которыми разговаривал с первого момента, как я пришел на предприятие, постепенно шутками, постепенно, наоборот, раскрывая глаза, когда очень много, знаете, может быть, вы все слышали такое, что вот, дороги плохие, да это же Россия, там, воруют, да это же Россия. А я каждый раз говорю, да нет, это не Россия виновата, это капитализм виноват. И так, вроде, какой-то такой информационный удар происходит, человек останавливается, в общем-то, да, это же, в общем, причина-то в том, что, причина того, что воруют в чем? В капитализме. Причина в том, что зарплаты плохие в чем? Да в том, что буржуя надо больше денег, поэтому зарплату снижает. И вот это, каждый раз, вот это вот происходит, и каждый раз люди слышат меня, что капитализм – это не для рабочих, а за рабочих выступают только коммунисты, настоящие. Если человек не коммунист, то есть не выступает за рабочих, он не коммунист. Это вот критерий того, как определить, коммунист – человек или не коммунист. Где-то звучало, что это сложно, как определить коммунистическую партию, как определить истинного коммуниста. Да чего сложного? Выступает человек за интересы рабочих – значит, он коммунист. Не выступает он за интересы рабочих – значит, он не коммунист. Борется партия за интересы рабочих – значит, это коммунистическая партия. Не борется она за интересы рабочих – значит, не коммунистическая партия. И получается, что у людей глаза открываются, и вот постепенно даже те люди, которые были яро антикоммунистически настроены в момент, когда я пришел на предприятие, через год подходят и начинают спрашивать, а что ты думаешь о ситуации в Белоруссии? А что ты думаешь о поправках в Конституцию? И вот это вот уже видно, что люди начинают прислушиваться, люди начинают обращать внимание и понимают, что есть такая сила, которая, в общем, действительно действует в интересах рабочего класса, в интересах рабочих. Ну, все, скоро. Здравствуйте, Владимир Михайлович, член партии. Так, начинаем с главного. Мы сейчас ведем обсуждение доклада ЦК, отчетного. Значит, по отчетному докладу. Мое мнение, что ЦК на оценку удовлетворительную сработал совершенно твердо. То есть я предлагаю дать оценку удовлетворительную. Значит, теперь по ситуации, которая сегодня складывается, как я ее вижу. Значит, на мой взгляд, ну, мы прошли самые разные этапы. У нас были взлеты, были падения. Падения неглубокие, потому что мы все время стояли твердо на одних позициях, на позициях рабочего класса. Вот это мы отстаивали, так сказать, невзирая ни на что. Несогласные уходили, как и сейчас уходят активно. Но мы можем гордиться, что благодаря нашей такой устойчивой позиции, раз, новое движение какое-то появилось. Не рабочее, не коммунистическое, но новое движение. Пусть люди активнее становятся. Они хоть что-то делают. Вот. Значит, на 21 съезде нашей партии Михаил Васильевич Попов сказал, что мы вступаем в зону КПССных съездов, 21 съезд партии. Это первый съезд реальной деградации КПСС. А 27 съезд закончил эту фазу. Я думаю, что у сегодняшнего съезда у нас закончатся вот все эти передряги. Мы потеряли в количестве людей. Много людей из партии исключили. Исключили совершенно правильно. Я вот как все ЦКК, так сказать, все эти вопросы ЦКК рассматривали. И позиции ЦКК и первичных партий-организаций совпало полностью. Это значит, что идеологическое единство у нас в партии присутствует. Это очень важно. Значит, успехи. Главное успехи. Главное, что мы с 30 человек доросли до цифры больше 500. Это благодаря тому, что идет большая работа идеологическая. Значит, тут докладывали о всех средствах массовой информации, об активности наших съездов партии, так сказать, на территориях и в производственных коллективах. Это очень важно. И сейчас мы начали мы когда с трех партий-организаций, с четырех. Тогда еще Новгородская была. Вот. Сейчас разрослись. У нас в Новосибирске уже есть представительство. За границей есть представительство. Значит, трудность, с которой сегодня мы сталкиваемся, я считаю, главное то, что у рабочих отбили понятие политической культуры. ничего не надо делать, вам все принесут, барин приедет, все рассудится, сделает как надо, не переживайте. И это влияет очень серьезно на позиции рабочих. И разрушать вот в этом направлении, разрушать очень важно вот эту идеологию, так сказать, не вмешательство, без нас все сделают, не будет этого в отношении работы в профсоюзных организациях, в создании профорганизаций. Значит, я считаю, что несколько, мы как-то запустили в один момент, очень важный, выронили. Многие наши члены партии, которые занимаются реально профсоюзным движением, борются, на мой взгляд, не за то. Значит, они хотят добиться полной власти на предприятии. Не будет полной власти, это не имеет смысла сейчас. Вот когда мы на заводе, у нас был совет рабочих, значит, на конференции мы поднимаем вопросы, начинаем гонять администрацию, и наш юрист говорит, а что вы там это вопрос задавать, все умеют. Вот вы давайте, вот взялись, делали. А что вы, вот вы совету, вы все можете, давайте. Ну, ответ был такой. Вот тогда мы будем нанимать директора и администрацию, вот тогда мы будем за это отвечать. Сейчас за это отвечаете вы, и будьте добры. То есть, профорганизация в результате должна дорасти вот до чего. Вышел приказ директора, правком собирается, значит, находит дыры правовые в этом приказе, и готовится к действия профсоюзной организации, чтобы через два часа, как у нас вот было на заводе, через два часа приносят приказ об отмене того приказа. То есть, вот такая реакция, чтобы была. Значит, директор какие-то шаги делает в отношении коллектива, чтобы он докладывал профсоюзному комитету. Я делаю вот это, знаете. Понимаете, вот это вот нормальная ситуация. И люди реагируют только на действия. То есть, реакция должна быть буквально на все. Мне задавали вопрос. А ты что делал? Ну вот, вот ты что делал? Я реагировал на все действия администрации. И прежде всего я шел к рабочим, я шел в цеха. Значит, ну, свой цех это естественно, там, механические цеха и так далее. Я сначала уточнял позиции с ними, а потом уже заявлялся в администрации. Когда люди, хотят они этого или нет, привлекаются к действию, обсуждая, они уже привлекаются к действию. Они уже включаются в борьбу. Вот это вот очень важно. Не в одиночку идти. Правильно сказали, конечно, что когда беспартийный лидер, ничего хорошего, очень мало хорошего получается. Партийный это хорошо, но партийный еще должен обязательно работать с людьми непосредственно. Привлекать людей именно вот таким способом. Я предлагаю делать вот это. Ребята, вы как к этому относитесь? Отсудить. Ладно. По поводу объединения. Значит, это просто так вот. К тому, что Александр Сергеевич сказал. Мы пришли там с товарищем на пленум обкома КПРФ. После того, как РКРП приняло решение об объединении в действии. Была такая формулировка. Что мы объединяемся с партийными организациями в действии. И они так обиделись. Вот они там прямо. Вот вы ставите условия. Я спросил, говорю, вы вообще предлагали что, без действия объединяться? Это молчали. То есть, то, что объединяется только в действии, а не организационно. Эту позицию нам надо выдерживать. Надо выдерживать обязательно. И я думаю, что вот 27 съездом мы закроем зону деградации партийных рядов. А деградация особенно ярко высветилась за этот год. И пойдем вперед. Все, спасибо. Здравствуйте, товарищи. Комитет, конечно, выступит. Построить за 5 минут, уложиться. Про Донбасс много положительного. Но я хочу немножко с другой стороны развернуть эту картину. Действительно, нашей партии была развернута большая борьба по организации рабочего движения на Донбассе. Эта работа охватила 18 шахт и 4 завода, но коллективные действия у нас удалось организовать только на 5 шахтах. При поиске причин такой низкой результативности, хочу сказать, что когда мы все это начинали, те товарищи, которые находились на местах, говорят, да, давай только начнем, и все пойдет как по маслу. А не пошло как по маслу. И вот все эти причины кроются, как я вижу, в разобщенности, когда общаешься с трудовыми коллективами тех или иных шахт, заводов. Кто-то ближе к администрации, у кого-то там ставки одни, у кого-то другие. Споры возникают по дележке средств индивидуальной защиты, запчастям, материалам, там доходы взаимного воровства между участками и цехами. И вот как эти конфликты решить, вот я думаю, что когда мы научимся это делать, сейчас я расскажу об одном опыте, как у нас на шахте это все произошло, пропустим. То есть у нас получается как, у нас хорошо с наукой, но с практикой пока не очень. Вот у нас получается как в одной притче, когда прохожий шел по лесу и увидел дровосека, который пилил дерево абсолютно тупой пилой. И пытался несколько раз к нему обратиться, что остановись, наточи зубья пилы. Тут все, молчал, молчал, наконец-то опликнулся, что мне нет времени пилить, точить пилу. Мне дерево пилить надо. И чтобы мы не похожи были на этого дровосека, нам нужно наточить зубья нашей пилы, вот как придумать эту методику, как это все использовать. Силу преследований в Донецке тех, кто занимается организацией рабочего движения, основную работу пришлось вести дистанционно. Через интернет, через соцсети. Причем, самое интересное, что на таких предприятиях, как Донецкий металлургический завод, шахта имени Калинина в Донецке, где у нас лично, у меня там много товарищей, где, ну так я считал, что у нас там, именно там пойдет работа, у нас там работа и не пошла, у нас нет таких успехов, как на тех предприятиях, на тех шахтах, где мы познакомились с трудовыми коллективами через интернет, и все общение у нас было дистанционно. Вот, и такая методика принесла некоторую почву для размышления. Ну, действительно, вот, заходя на эти шахты, заводы дистанционно, первые вопросы, там, сколько человек работает, какая структура завода, какие цеха, какие другие подразделения, участки, плавно переходя на какие проблемы у рабочих, какая цена рабочей силы, какие условия труда, и пытаясь переводить их в действие, тут же они начинались прикрываться счетом, что, да, вот, наверное, ничего не получится, потому что, и опять мы находили вот эту вот разобщенность, что одни за то, другие за другое, и пока эту разобщенность нам удалось преодолевать, переводя конфликт между шахтными участками на администрацию, то есть много мы там объясняем, что во всем этом виновата администрация, нужно обмениться против него, вот, мы на одной шахте сделали так, два конкурирующего участка, мы даже поспособствовали разжиганию этого конфликта, все эти аргументы, что виновата администрация, оставили на потом, и когда вот эти вот уже рабочие участки подошли к моменту, что уже нужно там брать монтировки, выяснять отношения уже в физическом противостоянии, вот тогда, и для этого же нужно еще там решиться, и вот когда это уже хватило абсолютно всех рабочих, и вот тогда вот все аргументы выложены, что и средств индивидуальной защиты у них хватает, и эти хомуты наклейки воруете на том участке, потому что вам этих не хватает, а планы нужно делать, и вот когда уже энергию тут максимума довели, и очень хорошо пошло, и вот общий вывод, который можно сделать по нашей работе в Донбассе, и который можно применить повсеместно, наверное, я так думаю, и, наверное, уверен в этом, что если у трудового коллектива нет общей цели, если мы не можем сформировать эту общую цель, если трудовой коллектив избегает конфликта с администрацией, то всю эту энергию он реализует на конфликты между собой, и вот если вот мы как-то вот, может, призвав научную интеллигенцию нашу, может, как-то эту методику разработать, чтобы она у нас в руках была, энергия, получается, есть, только мы еще не научились правильно ее использовать, и как ее разогнать в коллективе, а потом вынуть в нужном русле. Сейчас эту схему по дистанционной работе наши некоторые товарищи откатывают на работе с белорусскими рабочими, товарищ Назаров развертывает такую схему дистанционной работы, я имею в виду через социальные сети, интернет, чтобы на том или ином предприятии, где мы начинаем работать, создается группа, создается беседа, потому что очень многие рабочие находятся просто в интернете, там закручивается общение, и, ну, вот товарищ Назаров такую работу развертывает в Ленинграде, я думаю, когда мы уже вернемся и на комитете мы это обсудим, то есть как-то структурируемся, чтобы не один он это все делал. И что я хочу еще отметить, что такую работу наши классовые враги, администрации уже поверят, то есть там, где мы заходили на некоторые шарты, на некоторые заводы, то есть такие уже беседы созданы, там уже они имеют несколько тысяч человек, и такие, как, можно сказать, желтые группы в соцсетях, желтые беседы, ну, вот, все попытки там как-то поработать, товарищ Дмитриев не даст соврать, нас там блокируют и все, то есть нужно создавать свои такие вещи, и очень-таки хорошо получаются. Повторюсь, тут уже звучало о спецвыпуске газеты, нашего, наши наработки в социальных сетях, те статьи, которые мы писали в группах, легли в основу наполнения спецвыпуска газеты «Правда труда шахтер Донбасса». И тут я хотел отдельно остановиться, что такие специализированные газеты, они имеют больший интерес у рабочих, чем наша регулярная пресса, то есть мы и раньше в Донецке засылали наши газеты, ну, такого эффекта не было. Вот, поэтому я бы рекомендовал всем, что нашу регулярную прессу использовать, так сказать, для первознакомства, для контакта, и дальнейшую работу с трудовым коллективом, вести с прицелом на спецвыпуск, который будет посвящен этому предприятию, ну, или группе похожих предприятий, понятно, что тут надо учитывать минимально возможный тираж, просто рабочий, у которого, который читает газету и видит информацию о своем предприятии, он читает ее с большим интересом, с большим откликом у него, и эта газета у него дольше в руках, и, соответственно, мы большее воздействие на рабочих этого коллектива имеем, вот, поэтому, может, стоит рассмотреть, внести такие коррективы, чтобы, чтобы вот эта задача распространения нашей газетной продукции включала в себя и выход на спецвыпуски, когда мы нацеливаемся на то или иное предприятие. Вот, ну, и так, если какие-то вопросы по мне будут, я готов на все ответить. Спасибо. Видимо, Дмитрий Анатольевич, мы рабочие, здесь уже много было сказано, и рабочие миссии, и то, что им нужно помогать, рабочим, и то, что, если даже возьмем власть, и рабочие будут немножко где-то на вторых планах, потом уже будет невозможна внесть власть рабочим, так как мы все материалисты, мы понимаем, что именно производство, и именно рабочие, и основная рабочая сила как бы дает все материальные блага, и если мы хотим больше этих материальных благ, то надо, наверное, только из-за этого стимулировать рабочих на борьбу. Это у нас в последнее время, там, вот, в МО, такие даже плачи развелись, некоторые интеллигенты выходят там от нас и говорят, что я вот, у меня ипотека, пятая, десятая, вот рабочим помогать будут, а мне не будут помогать, или еще еще, а мне самому надо. Он даже не понимает, человек, придя в партию, что помощь идет не материально, что вот пришли рабочие, и давай, и помогать как-то. Идет помощь ему осознать свои коренные интересы и встать на борьбу, подняться, объединиться и так далее. То есть, ну, вообще, можно сказать, броситься на амбразуру, помощь такая идет рабочим, в принципе, это, ну, когда они объединятся, это, конечно, все будет не так болезнен, не так страшно, как, может быть, говорится сейчас, на данный момент. Вот. И вот такие трудности, как сейчас товарищ Васьковский сказал, что вот энергия есть, люди, а не могут никак осознать вообще, куда энергию свою эту вообще выплеснуть, а зло-то кипит в людях тоже. У нас на работе тоже все сложно очень как-то, очень у нас такой рабочий, рабочих у станка мало, а такие рабочие сборщики, которые в белых халатах, они там чуть ли не к инженерам приравниваются у нас, условия труда хорошие и так далее, но... Хотя бывают случаи, когда люди чем-то возмущаются, вот в период возмущения они что-то хотят, готовы, прям побежали, даже профсоюз создали, потом немножечко про него забыли, хотя я создал группу официальную, там это в WhatsApp, туда колт-договор быстренько кинул, туда какие-то материалы кинули, ничего, но они хотят, если собираться, то у меня, но у меня сложно, я тут работаю с товарищами, родственниками директора, вот, там еще много всяких нюансов, за пределами как-то, людям сложно собраться, ну вот, я хочу сказать, что просто не надо воспринимать вот эту помощь рабочих, там так далее, рабочим, что это какая-то она материальная, там какая-то особая любовь, там к рабочим, просто рабочие в силу своей, там экономического положения, своего, они отражают интересы всех остальных, вот и все, и чтобы бороться за свой интерес, нужно бороться вместе с рабочими, и помогать ему подняться на море, вот это я хотел сказать, очень много таких вот случаев, когда в коллективах и очень все плохо, где-то и тяжело, и долги по зарплате, ну, все равно сложно людям объяснить, что они должны объединиться и бороться, не конкурировать, а бороться с администрацией, вот это вот сложный вопрос тоже, все-таки миллионы долларов и рубли, я так думаю, ежегодно просто вбрасывается в огромные бочки дегтя, которые льются на марксизм, на рабочий класс, то, что ему за рубашкой тела, вот это вот культивируется все, и все-таки люди нам это впитывают, и нам с вами очень сложно это выбить из сознания человека, каждый боится за свое, даже подвиги вот такие, бывают люди делают, я знаю у нас товарищи североуральские, прям пошел шашкой махать и писал на администрацию там одно заявление, второе, и начал улучшать условия труда в шахте, в Субор, там это североуральская шахта такая, и у них люди ковидом болели, все переживали, он там на эту тему писал, везде, куда надо, куда ему советовали, он все правильно делал, много, но может быть немножко он как-то шашку надо было не так сильно махать может быть, но люди вот все-таки тоже жалко, что у них уже начали улучшаться условия труда, у них сделали им вытяжку, они после взрыва не должны работать там при определенной загазованности, при еще чем-то, у них вот это начало все налаживаться, люльки начали там налаживать, железную дорогу там начали налаживать, начали проса проверять, менять все, то есть как бы все в их сторону в пользу, кто-то начинает докладывать начальству, что кто-то хочет что-то сделать, еще что-то, но я думаю вот эти люди, которые предаются вот тех людей, которые взяли на себя такой груз большой общественной работы, не за себя, вот просто за весь коллектив, можно сказать, за общее дело работаем, взяли, их надо поддерживать таким товарищам, а так они получается где-то пошли сахарной пудрой с сапог своего хозяина смахнули, чуть-чуть себя в карман, но это пыль, они никогда ее не почувствуют, они получается действуют просто, их действия направлены против себя самих, потому что с администрацией у них, с руководством интересы никогда не совпадут, никогда в жизни, испытывают такие иллюзии, что они там с ними как-то совпадут, и что они вот какую-то косточку, может быть, им бросят за то, что он предал товарища, но я думаю такое, это ерунда, и косточка это очень быстро там кончится, а проблема увеличится, и то, что проблема увеличивается ежедневно, ежегодно, это вот, я думаю, каждый испытывает сам на себе, вот, конечно, у нас очень много здесь сейчас и проблем, вопросов стоит перед нами, донести для людей все это, то, что мы, когда объединены, мы представляем из себя огромную силу вообще, и мы не до юра где-то прописаны в бумаге какой-то, и в это не надо верить, люди верят, что его хозяин он его хозяин, потому что где-то бумаги записаны, мы де-факто хозяева сами, мы включаем станки, работаем, производство производится, только благодаря, что люди приходят на работу и начинают работать, благодаря нашему труду, труду рабочих, ну и опосредованно, конечно, инженерный корпус, так далее, научные там товарищи, вот, так что надо искать как-то пути подхода, мы в этом отношении пытаемся, и те, кто люди вот еще приходят, бывают некоторые такие вещи, говорят, вот, приходят, в смысле, в партию, в РПР, ой, а я думал, здесь вот так вот будет, я думал, вот так, да, будет как всегда, как на улице, или как на заводе, мы у нас отражаем ту действительность, которая вокруг нас, в принципе, у нас здесь ничего нового нет, просто, конечно, у нас другой немного формат, и все равно на фоне всего этого происходит даже внутри партии, происходят споры, и какие-то распри, и вплоть до каких-то даже, может быть, исключений бывает, как в этом году вот было, но надо с этим справляться, к этому надо быть готовым, и чтобы быть готовым, надо, наверное, больше учиться старшим товарищам, красным университетам и так далее, это все, спасибо, 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 уважаемые товарищи, предлагается тогда отдать слово для отчета Центральной контрольной комиссии. Представляю, я хочу раз, Кудрясов, Владимир Михайлович, ЧАЦКК, значит, мне поручили отчитаться за деятеля Центральной контрольной комиссии за эти практически полтора года, значит, задача Центральной контрольной комиссии, определена уставом, где сказано, что Центральная контрольная комиссия вместе с Центральным комитетом следит за исполнением членами партии уставных требований и положений программы партии. Вот это вот задача, которую мы решаем. Значит, ну, первое, что взносы, первое обезда на члены партии, значит, по поступлению взносов, по собираемости вопросов нет, по затратам вопросов нет, хоть и я не знаю, есть в этом смысл или нет. У меня, вот, например, есть полностью расписанные затраты там, Ленинградская парт-организация самой крупной, в которой самые большие деньги. Значит, в общем, могу сказать, что деньги на непартийные достаточно дела не тратятся. Самые большие затраты значит, в партии это на пропаганду агитации, то есть газеты, интернет и так далее. Значит, на проведение съезда и Российский комитет рабочих. Так, да, ну, вот это главное. Ну, и остальные все там хозяйственные вопросы. Это так вот, чтобы не размазывать ползносом. Значит, за этот период было рассмотрено значит, обращение в ЦКК. Обращение было от товарища Лыскова 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 вот товарища Кузьмина и от Голорусов значит, по всем вопросам все вопросы были рассмотрены Центральной Контрольной Комиссии решения были направлены в партийные организации в принципе в одну партию Ленинградскую вот по всем трем обращениям ЦКК определило, что люди ушли с принципиальных позиций нашей партии нарушили уставные положения и программные тоже вот и было предложено исключить данных товарищей из партии что и было сделано партийными организациями значит вот базовые позиции которые Центральная Контрольная Комиссия рассмотрела за отчетный период у меня все спасибо вопрос лекция какая Афонов Дмитрий Иванович здравствуйте товарищи член рабочей партии России Нижний Новгород в Нижегородском отделении в Нижнем Новгороде за в общем учет по распространению прессы начался не так давно значит в 2020 году было сделано 28 выходов распространено народной правдой 3762 экземпляра за рабочее дело в том числе рабочей Москвы красный доктор красного университета 7513 экземпляров в итоге распространили 11275 газет за походили на 6 крупнейших предприятий причем тут в общем мы не посещали горьковский автомобильный завод так как у нас недостаточно пресса тиражей не хватает вот 28 выходов за 28 выходов 11 тысяч экземпляров распространили приблизительный охват скажем так аудит рабочих по этим предприятиям около около 30 тысяч около 30 тысяч потенциально мы еще можем около 20 25 тысяч охватывать это если мы задействуем газ автомобильный завод завод имени попова завод аппаратур связи и солнцепно-кондитерскую фабрику нишфарм нижегородский масло-жиркомбинат вот но пока ресурсов у нас не хватает вот в смысле прессы вот имеем что имеем сделано 28 выходов 28 выходов за это это буквально с начала года перерыв составил четыре месяца с 26 февраля по 21 июня вот так в 19-м году с 11 ноября по 25 декабря распространили 4745 газет было сделано 10 выходов у меня все спасибо Юрков Кирилл Валерьевич кандидат технических наук преподаватель Красного Университета член Рабочей Порты России сначала я бы хотел сказать пару слов по тому отчету который мы услышали и можно отметить что во всех собственно говоря трех его моментах в отчете и Рабочей комиссии и в отчете Идеологической комиссии и в отчете Организационной комиссии наряду с теми успехами которые были отмечены которые безусловно позволяют оценить работу за истекший период как удовлетворительную мы видим и были прямо вот отмечены те проблемы которые стоят перед партией которые нам необходимо решить собственно говоря для того чтобы в дальнейшем выполнять программу и задачи партии и если мы говорим о об отчете рабочей комиссии да мы слышали об успехах нам доложили но тем не менее вот я хочу обратить ваше внимание на такой факт в прошлые года мы ставили задачи перед товарищами написать проекты прогрессивных коллективных трудовых договоров коллективных договоров на своих предприятиях с чем товарищи успешно справились собственно говоря и в прошлом году на съезде мы в постановлении записали чуть ли не десяток проектов и задача стояла так что эти проекты надо продвигать на своем предприятии бороться за то чтобы эти проекты стали непосредственно коллективными договорами ну и вот мы видим что как нам товарищи докладывают сегодня и в течение года что успехов вот в этом направлении прямо скажем не очень много есть есть какие-то да там у товарища бобинова есть какие-то успехи вот товарищ капустин как я понимаю нам сможет доложить на ркр еще об успехах но в целом задача поставленная задача выполняется с трудом и я думаю что это связано с тем конечно же в первую очередь что задача крайне тяжелая крайне сложная для того что товарищи плохо работают что задача сложная дальше если мы говорим про идеологическую комиссию и отчет да большое количество печатных изданий большая идеологическая работа и в университетах и в интернете но тем не менее есть проблема связи с непосредственной связи с рабочим движением на заводы товарищам которые раздают газеты не попасть если они являются рабочими с этих заводов не трудятся там да мы стоим у проходных пытаемся как-то бросить газеты на заводы но тем не менее вот такой прочной связи с рабочим движением у нас нет с рабочими тоже и с рабочим движением в том числе в том числе и с рабочим движением дальше если говорить об организационной отчете организационной комиссии Александр Владимирович здесь указал на это были неоднократные попытки за этот год да изменить и устав на самом деле партийный и в программе чего-то поменять и в целом все сводилось к тому что товарищи так или иначе хотели отказаться от роли руководящей роли рабочих в рабочей партии России многим товарищам по понятным причинам это мешает потому что задача тяжелая организовать рабочих и дать им руководящую роль это в общем-то тяжелая задача и я перехожу к тому собственно говоря а как есть ли что-то что поможет нам вот эти задачи и эти проблемы которые мы видим и которые были отмечены в отчете центрального комитета как-то решить и вот в отчете организационной комиссии Александр Владимирович уже об этом начал говорить и мне кажется что мы должны этот вопрос конкретизировать также имея в виду обращение Михаила Васильевича Попова к партии в котором Михаил Васильевич предложил следующее такое ну простое решение данного вопроса с одной стороны простое математически простое как нам обеспечить связь с рабочими на заводах каждый член партии рабочий должен на своем заводе привлечь еще двоих рабочих и организовать таким образом партийную ячейку на своем предприятии это во-первых обеспечит более прочную связь партии с данным предприятием раз ну и второе поможет более более активно наверное и более продуктивно бороться за продвижение проекта коллективного трудового договора ну а нерабочие интеллигенты должны привести также в партию двоих рабочих каждый и это снимет вопрос о том а кто же является руководящим руководящими руководящими кто является руководителем в рабочей партии поскольку поскольку в этом случае рабочих будет большинство ну и надо здесь акцентировать внимание на то что нам нужно конечно привлекать стараться привлекать фабрично заводских рабочих именно с крупных предприятий для интеллигентов по крайней мере да то есть если мы говорим о рабочих то они если они привлекут своих товарищей по работе никакое это не предприятие я думаю что они уже решат задачу а вот интеллигентам нужно каким-то образом привлекать рабочих с крупных фабрично заводских предприятий партии ну и тогда все те вопросы которые и проблемы которые мы здесь обсуждали они получат возможность к решению ну вот исходя из этого и имею ввиду те три отчета которые сегодня прозвучали у меня есть предложение проекта постановления 27 съезда который собственно говоря включает то о чем я здесь сказал с вашего позволения я его зачитаю но потом мы можем поставить вопрос на голосование о том что принять это постановление проект постановления за основу постановление проект постановления 27 съезда рабочей партии России отчет ЦК РП и задачи партии обсудив отчетный доклад центрального комитета партии с которым выступили сопредседатели рабочей комиссии В.В. Кальвет сопредседатель идеологической комиссии Д.Ю. Шилов сопредседатель организационной комиссии А.В. Золотов съезд отмечает что за истекший период партия выполняла программу РПР выпущены газета правда труда главный редактор И.М. Ерасимов номер 37 спецвыпуск шахтер Донбасса и номер 38 спецвыпуск ДПО газета за рабочее дело грабный редактор В.Е. Лещук номер 212 спецвыпуск Красный университет номера 213 214 номер 215 спецвыпуск рабочей Москвы номер 216 газета народная правда номер 162 и 164 с освещением материалов РКР ответственный за выпуск 1 зам главного редактора И.М. Герасимов и спецвыпуски за рабочее дело номер 161 163 164 166 и номер 167 спецвыпуск Красный университет ответственный за выпуски зам главного редактора народной правды В.Е. Лещук членами партии ведется большая работа по рассылке по регионам и распространению выпускаемых нашей партии рабочих газет на заводах и фабриках России проведены международная научно-практическая конференция И.В. Сталин вождь строительства социализма научно-практическая конференция ленинский подход к развитию профсоюзов и ленинское учение о диктатуре пролетариата и современности по результатам которых были выпущены сборники статей продолжали планомерную работу по обучению трем источникам и трем составным частям марксизма Красный университет и Университет рабочих корреспондентов партийная пропаганда велась на партийных сайтах фонда рабочей академии Московского Новосибирского Северокавказского и Прибалтийского отделений Круглосуточного Круглосуточного Работа ведет Красная Радио ПВ Гамилаури Члены партии активно осуществляют пропаганду марксизма в сети интернет Полученные знания члены партии активно используют в работе по составлению и продвижению прогрессивных коллективных договоров проведении необходимых для этого коллективных трудовых споров ГВ Бобинов и КВ Федотов индивидуальных споров по обеспечению своевременной выплаты зарплаты А.Е. Васьковский Большую помощь работникам в организации коллективной борьбы оказывает канал Фонда Рабочей Академии С.В. Тюленев Съезд констатирует что основной внутрипартийной проблемой в реализации программы партии является несоответствие численности рабочих в РФР нормальной для партии рабочего класса Ни на одном производственном предприятии России нет партийной организации РПР Ни одна территориальная парторганизация РПР не является опорной Это способствует попыткам ликвидации руководящей роли рабочих в партии ведет к игнорированию плана ее работы Съезд признает работу партии за отчетный период удовлетворительной и постановляет 1. первое членам партии рабочим считать своим долгом привлечь в РПР двух рабочих на своем предприятии созданием фабрично-заводской организации руководящей борьбой за заключение прогрессивного коллективного договора Членам партии нерабочим считать своим долгом привлечь в партию двух рабочих для формирования опорной организации РПР. Нацелить партийные средства массовой информации на привлечение рабочих в партию. Привлечение рабочих в партию является необходимым условием успешной борьбы рабочего класса за создание Советов как организационной формы диктатуры пролетариата. Нижний Новгород, октябрь 2020 год. Уважаемые делегаты съездов, позволю себе напомнить вам, что сейчас мы примем данный проект постановления за основу. Завтра он будет с учетами всех поправок принят в целом. Поправки принимают все докладчики и разработчик данного проекта товарищ Убков. Для внесения поправок обращайтесь, представляйте нам эти поправки. Завтра эти поправки будут рассмотрены и данный проект постановления будет принят в целом. За основу сейчас мы будем голосовать. Сейчас предложение данный проект постановления принять за основу. Прошу голосовать, кто за. Против. Воздержавшись. Единогласно принято. Значит, есть такое предложение. Был заслушан нами отчет Центральной контрольной комиссии. Есть предложение утвердить работу ЦКК. Прошу голосовать, кто за, воздержавшийся, против. Сейчас его. Субтитры создавал DimaTorzok